Государственный и общественный деятель Сергей Беков и доктор юридических наук Бексултанца и Нароев прошли этот путь еще будучи детьми. Потеряли в Казахстане многих родственников. Выжечь помогла стойкость и сплоченность ингушского народа. Трудности только закаляли наших героев. Им удалось вернуться на родину, пройти серьезный профессиональный путь и внести неоценимый вклад в становление ингушской государственности. Мы вернулись назад. Сталин давно забыли, его режим забыли. Народы, они бессмертны, они возродились, они построили новое общество. По происшествию вот стольких лет мы не можем это вспоминать без печали, без горечи и так далее. Но тем не менее человек всегда не может жить одними печалями. Мы постоянно замыкаться на этом не должны. Мы и там, в Казахстане, не замыкались. Кстати, мы там говорили так. Если ученик, ты должен учиться на голову выше учеников другой национальности. В подмосковном городе Видное в преддверии годовщины депортации 44-го года сотрудники постспредства ингушетии вместе со студентами навестили Ахмеда Албакова, религиозного деятеля одного из старейших представителей ингурской общины Москвы. Когда началась высылка ингурского народа, Ахмеду Асламбековичу было три года. Все вытерпел, встал на ноги и начал новую жизнь. Более 20 лет в молельне, которую организовал Ахмед Албаков, мусульмане собираются на пятничную молитву. Наш герой никому не отказывает в радушии и гостеприимстве, объединяя вокруг себя людей, призывая их к миру и согласию. Следующим, кого посетили сотрудники постспредства ингушетии, стал советский и российский кинорежиссер, сценарист, народный артист республики Суламбек Мамир. Во времена депортации ему было шесть лет. Вдохновляясь этими воспоминаниями, Мамилов написал книгу «Священная гора», на основе которой режиссер намерен снять фильм о депортации. Еще одним старшим представителем ингушской общины Москвы, которую посетили сотрудники постспредства ингушетии, вместе со студентами стал Хажбикар Боков. Известный политический деятель, кандидат исторических наук, автор свыше 60 книг и множества статей и очерков. Годы депортации, вспоминая Тхажбикар, не смогли сломить сильный дух ингурского народа, сохранив в тяжелое время надежду на будущее. Преданными были, остались всегда. Преданными Отечеству, Родине. Вот это вот очень важно. Независимо от того, что выселялся народ, народ не ругал страну. Народ знал, что Отечество ни при чем. Постоянное представительство ингушетии в Москве проводит на этой неделе целую серию мероприятий, приуроченных годовщине депортации. Так, 22 февраля возле мемориала «Стена скорби» в Москве состоится памятное мероприятие с участием первых лиц республики, а также представителей ингушской диаспоры и студентов. А уже 23 февраля сотрудники постспредства будут раздавать САХ прихожанам двух мечетей. В Московской исторической мечети и в мечети в подмосковном городе Видное. Зелимхан Калоев, Новости 24. Субтитры создавал DimaTorzok